В Павлодаре, похоже, вновь заговорят о повышении тарифа на проезд. Транспортники жалуются, что стоимость перевозок не покрывает их затрат. Более того, предпринимателям почти год, как они говорят, пришлось катать льготную категорию граждан за свой счет. Оказалось, это прямое нарушение закона со стороны городских властей. Материал Аиды Хамзиной. Это был скандал, о котором транспортники умалчивали, а в городском окемате, по словам перевозчиков, гордились эффективным сдерживанием цен на проезд. Якобы власти тогда заявили о том, что предприниматели сами отказались от компенсации в 200 миллионов тенге и согласились возить льготников за свой счет. Отделом ЖКХ конкурсной документации в нарушении законодательных всех актов был внесен пятый пункт. То есть перевозчик допускается тендеру, если он берет на себя добровольно перевозку льготной категории граждан без дотации из бюджета. То есть насильно. Поэтому и многие перевозчики, или он завтра уходит вообще с рынка, или он берет на себя эти драконовские кабальные условия. Спустя несколько месяцев перевозчики стали жаловаться. Инвалидов и пенсионеров слишком много в Павлодаре. Попросили властей вернуться к отработанной схеме. Но те, по их словам, отказались субсидировать проезд за счет государства. Тогда предприниматели обратились в надзорный орган. В ходе рассмотрения данного обращения, факты, изложенные в жалобе, были подтверждены прокуратурой области. В связи с чем нами в адрес Акима города Павлодара было внесено представление об устранении выявных нарушений. Так как, согласно статье 23, законно об автомобиле и транспорте, бремя по перевозке льготных пассажиров, а также бесплатников, лежит на местном исполнительном органе. В итоге прокуроры обязали Акимат возместить затраты. В бюджете даже изыскали средства. 34 миллиона тенге выделены на компенсацию до конца этого года. А перевозчики готовятся подать очередную заявку о повышении стоимости проезда уже в этом месяце. Аида Хамзин, Артем Кокон, СВНьюс, Павлодар. Теперь чиновники решили оптимизировать затраты на основе исследований пассажирского рынка. Тендер на такие услуги выиграла алматинская фирма. Результаты покажут, какую именно сумму необходимо субсидировать и какой тариф заслуживают повладарцы. Данные предоставят через 9 месяцев. Они будут пассажиропоток на каждом маршруте, наложение маршрутов по магистральным улицам. Также обследование транспортной инфраструктуры. Это остановочные павильоны, их состояние, дорожные знаки, размещение остановок, тариф. И еще планируются субсидии. Какие субсидии будут перевозчикам. Размер субсидий определится. Спасибо.